всем привет уважаемые гости подписчики моего канала сегодня поговорим о том как же качественно легко и идеально наклеить защитное стекло на телефон вот сегодня у меня будет под опытным iphone 6 почему потому что вот смотрите видите на нем наклеено софтовское стекло и она вот если видно вот здесь уже по поцарапалась вот хочу приклеить новенькая вот хотя она и целая еще и так как же мы это будем делать ну первое на первое конечно снимем что-то у вас чехол рамки защитное прочее что у вас есть на телефоне убираем у меня ответе айфончик заклеен пленкой черный бывает разного цвета и как под карбон вот кому интересно ссылка будет под видео и так значит вот смотрите какие бывают стекла и пленки да во первых почему я буду клеить именно такое стекло они другое и не пленку хотя вот у меня есть и пленка очень толстая вот вот смотрите в чем разница ребят вот прикладываем пленку и мы видим что сказать торцов у нас три миллиметра остается незащищенным вот он видят сам переход два с половиной дают и скругление если вы же мы возьмем обычно стекло h9 да ну хорошая да ну защищает но у него такая же проблема если мы его приклеим у нас по три миллиметра с каждой стороны будет открыта вот что же вы скажете делать а выход есть вот ребята очень простой на iphone существует вот такое стекло с мягкими краями и аж 9 посередине силикон наклеен по краям внутри аж 9 триплекс многие там не рассказывают что это полностью силиконовая так далее ребята нет не полностью вот такое стекло у меня я уже опыт и на нем делал видите вот до 4 pro края мягкие середина жесткая лопнуло то же самое и на этом стекле вот так как же будем клеить ребят клеится все очень просто самый простой самый надежный способ это я называю способ на навесах значит что нам для этого нужно ну во первых нужно приготовить вот такие стикеры обработать вокруг краскопульта водой вот я побрызгал здесь как видим да на стекле даже вот есть точечки это этим я прибил всю пыль которая была в воздухе она упала все и теперь беру спокойно наш девайс вот давайте посмотрим как держится это стекло кстати она в отличие от ноги клеится всей поверхностью не только серединой вот видите вот так вот мы его поддеваем и вот таким образом видите она снимается вот видите то есть было приклеено и вверху и внизу вот видите ну края где плохо проклеилась сюда попадает грязь стекло провисела почти год экран как мы видим защищает она на сто процентов вот поэтому доверять этому стеклу можно однозначно и так здесь придется нам проводить процедуру очистки экрана поскольку попадали попадала грязь и по краям и под кнопку это вот слабые места у айфона вот но за год ребят это в принципе все прогнозируем а значит что нам для этого нужно нам нужен спирт какой-то и какая-то салфетка вот берем салфеточку которая идет кстати в комплекте с пленками кому надо пленки тоже ссылки будут под видео кому нужны обычные будут стекла тоже ставлю на них ссылки но я рекомендую ребят вот эти вот стекла это на сегодня самые лучшие стекла для любых телефонов значит ссылки на все телефонные модели я оставить не смогу я оставлю ссылку вам на магазин на там забывайте в этом магазине в поиске модель вашего телефона вот и ищите к сожалению не на все модели она бывает вот но на основные модели бывает redmi 4 pro бывает redmi 5 бывает redmi 5 плюс бывает samsung и бывают поэтому пожалуйста кому интересно кто понял все плюсы этого стекла вот его лучшие характеристики от обычного тут пожалуйста может заказывать вот единственный недостаток я сказал да со временем у него края покрываются мелкими царапинами ну что собственно говоря неизбежно поскольку материал мягкий так и так ребят ну вот мы привели экран телефона практически в идеальное состояние вот практически вот когда мы добиваемся такого состояния тогда мы берем стекло обязательно дуем его с обратной стороны чтобы то пыль которая на нем скопилась уже на экран не попала потому что она защитной пленки вот здесь она скапливается вот так же протираем этому сторону удаляем отсюда грязь вот и ориентируем это стекло клеится на очень легко легче чем обычной потому что совмещать датчики и отверстие под сканер отпечатка пальцев на айфоне очень даже не сложно вот после этого берем стикеры двух будет недостаточно как вы понимаете то есть вот мы клеим верхний и идеально совмещаем стекло по отверстиям по разговорному динамику и приклеим его далее берем следующий стикер не хочет браться берем следующий стикер клеим его на середину и последний клеем вниз этот метод называется петлями или навесами в простонародье как угодно назовите но это самый простой легкий и способ позволяющий добиться идеального результата дальше мы совмещаем внизу датчик отпечатка пальцев до соответствием стекле вот прикидываем вот видите чуть перетянул если чуть перетянули не стесняемся отклеиваем и повторяем процедуру вновь почему потому что от того как мы сейчас сориентируем будет зависеть финальное качество поклейки стекла так наклеили вот ну и прежде чем наклеить центрально естественно еще раз проверяем все после поклейки никуда не спешим смотрим все стороны как прилегло у нас стекло вот она имеет два с половиной d скругления кстати обращаю ваше внимание ребят это первое стекло которое сделано очень великолепно великолепный 6 стекло то есть она все по периметру сделано со скруглением и за счет того что на айфоне на экране хорошая не пологое скругление это стекло ложится и защищает великолепно тем ребятам кто хотят сказать что обычно h9 стекло гораздо прочнее чем это скажу может быть она и прочнее вот но края при таком стекле два с половиной д они по-любому остаются открытыми вот это стекло но единственно позволяет закрыть экран полностью пусть даже не 3d 9 а стеклом по краям да ну хотя бы чем-то иначе же они остаются отклеены открыты в любом случае далее когда нас полностью устраивает совмещение стекла мы переворачиваем его так вот еще раз проверяем состояние нашего экрана берем вот такой стикер который есть комплекте и проходим в тех местах где мы увидели или предполагаемом может быть какая-то пылинка соринка прошлись можно пройтись по всему экрану лишним не будет поверьте мне пылинки попадают все равно даже вот я разговариваю с вами по идее даже разговаривать нельзя когда клей стекло потому что разговариваю воздух гоняю и ты может попасть поэтому аккуратненько проходим потом берем защитная вот ведь она как тяжело поддирается даже практически не идет потому что потому что потому что ребят очень хорошо приклеена даже не могу его снять вот видите представляете вот такой косячок есть вот это говорит о том что она приклеена всей поверхностью стекла будет клеиться поэтому здесь вот я по краешку поддеваю и помогая освободиться и уже тогда всю эту защитную пленку убираю убираю аккуратно переворачиваю назад натягиваю и начинается процесс акдезия или аддезии кто как правильно говорит как правильно это звучит где за акдезия вот но не суть в том что стекло начинает клеится далее берем салфетку ту же на какую-то либо карту пластикового либо любую смотрите что у нас получается видите нас фактически стекло само все легло мест не приклеенных не осталось вот но тем не менее все равно сразу проходим вот начинаем от центра чтобы если где-то что-то осталось у нас все это разошлось вот после того как мы предварительно прошлись сразу снимаем вот эти стикеры здесь аккуратно чтобы не отклеить их кстати их можно использовать повторно кто не знал ну как правило китайцы их накладывают нормальное количество поэтому ну я использую повторно потому что занимаюсь как говорится профессионально поклейка стекол вот и люди ко мне приходят бывает и со своими стеклами без стикеров и я клею свои стекла поэтому для меня стикеры имеют значение хотя я могу использовать вот такой бумажный скотч очень часто это делаю вот но суть не в этом суть в том что теперь мы их убрали и окончательно проходим по периметру всего экрана не забываем про скругление по про два с половиной d так так как стекло мы видели у нас там тоже клеится если его не приклеить туда тоже будет попадать пыль вот обязательно проклеиваем возле кнопки да как мы видели здесь тоже у нас грязь вот очень показательный момент старое стекло берем и смотрим где у нас вот вот эта сторона была плохо проклеена и вокруг кнопки соответственно данной ситуации мы уделяем этим местам наибольшее значение проклеили ну и все потом берем жидкость для восстановления олеофобных подкрыть покрытие это полироли как правило автомобильный вот ссылки у меня тоже есть на канале можете покупать вот не пугаться что это там автомобильная как эта полировка экран там телефона он принципе от лакокрасочного покрытия отличается чем да ничем то есть надо чтобы был воск надо чтобы были наночастицы которые позволяют как можно дольше этого покрытия держаться на стекле поэтому на автомобильные полироли такого класса подходят как нельзя лучше вот и я нашел такой на алиэкспрессе и ссылку оставил под видео может можете заказывать я вам пользуюсь уже там тюбик 17 долларов вам уходит хватит очень намного ну все ребята вот такая ситуация вот смотрите все стеклышко наклеена вот теперь скажите мне что она плохо выглядит и плохо защищена вот посмотрите во всем торцам все проклеилась экран мы весь почистили состояние экрана под защитой вы видели она идеальная вот так что вот так вот такой способ на этом ребятки все не забываем подписываться на мой канал ставить лайки ссылочки на стекла и на магазины где продаются пара практически на все магазины модели телефонов такие стекла будут под видео вот если не найдете не стесняйтесь пишите в группе вконтакте буду делиться с вами другими ссылками потому что стекла бывают магазинах заканчиваются также хочу сказать что google сервис перестал поддерживать сокращение ссылок коротких поэтому если вы нажимаете на мою ссылку и пишет что эта ссылка не поддерживается значит сразу сообщайте прошу да потому что там какая-то странная ситуация происходит видимо алиэкспресс там сам на борется ли что не пойму очень что происходит то работают ссылки то не работают вот но выкладывать длиннющие ссылки ссылки вы сами понимаете это будет просто убийственно вот поэтому на сегодня такая ситуация еще раз всем спасибо пока пока да ребятки чуть не забыл в конце обещанный молотковый тест и так вот у нас здесь с прошлого эксперимента остаются стекла до которые я снимаю и все не подвергаются потом моему тесту значит первое стекло это стекло полноразмерное с рамками все h9 потом 4 pro силиконовая софтовская и софтовская iphone вот давайте пробовать значит чем они отличаются 1 вот смотрите бьем по краешку этого стекла до без силиконовых вставок и что видим до небольшой удар приходит приходит приводит к тому что у нас трещина идут по всему стеклу вот иногда они бывают и не мешают да ну как правило бывает в том месте разбиваются как у меня вот видите скул произошел там где я все время цепляюсь пальцем поэтому на 4 pro тоже скоро буду менять вот теперь делаем то же самое со стеклом которая софтовская вот смотрите что происходит здесь видите то есть резина здесь мягкая удар сильный но повреждения намного меньше намного меньше вот а если смоделировать вообще ситуацию вот как на вот этом стекле сейчас вам покажу да давайте на этом же раз его бьем вот то есть вот он висит на краю телефона и бьется об чего-нибудь вот смотрите что происходит ребят видите стекло не колется не колется если пока вы не пробьете вот эту вот силиконовую окантовку она достаточно прочная если она еще повернута то есть ее пробить достаточно сложно гораздо прочнее от такого вот стекла вот давайте его положим да не забываем что у меня тут резиновая основа если это будет твердая основа тут будет гораздо сложнее развитие ну или тут вот видите небольшой удар приводит к его разбитию далее все говорят что эти стекла не очень слабее гораздо чем вот такие вот давайте посмотрим на прямой удар по экрану видите держит но лопается держит гораздо сильнее пришлось ударить чтобы она лопнула то же самое давайте проверим и на вот этом стекле айфонов как видим очень прочное стекло очень прочное то есть видите разбить практически невозможно за счет того что она потоньше от этого стекла и держит гораздо лучше вот видите на потоньше вот кто хочет сказать что это силикону послушайте но какой-то силикон когда это такое же стекло как и это вот для чистоты эксперимента давайте еще пленку тоже уберем вот это вот то что многие говорят а пленка держит ребята поверьте пленка конечно она сдерживает удар но не настолько вот давайте без пленки великолепно стекло великолепно держит лучше всего удар за счет того что видимо еще вибрации вот силиконом вот этим мягким слоем они гасятся поэтому она прочнее плюс вот эти все стекла они клеятся рамкой а это вы как вы видели клеится всей поверхностью даже силиконовой вот такие дела ребят вот с разница в стеклах какая есть еще баннер стекла я уже показываю в каждом своем видео да это ноу-хау тоже в защите вот 5d который клеится всей поверхностью стекла тоже но она без силикона вот сейчас еще производителя чтобы на редми 5 было с рамками как здесь вот тоже хорошие стекла брать надо по два штуки одно что одно очень дорого получается где-то 570 рублей 2 стекла 650 вот по 650 рублей уже нормально плюс в комплекте вот такая карбоновая пленка на заднюю крышку смотрится вообще шикарно ну на выдумать а там не могу показать вот на 4 проверьте особенно на черные модели скрыть отпечатки пальца вообще великолепно вот так же олеофобное покрытие лучше олеофобных подкрытий чем на баннере я не встречал нигде ни на каких стеклах вот есть также взрос чуть подешевше они порядка 250 300 рублей стоит тоже хорошие стекла с неплохим олеофобным покрытием но клеится рамками тоже клеится только рамками вот поэтому выбирать если нужно отлить шикарное стекло наш берем баннер если чуть подешевше значит берем взрос вот так же есть стекла но неймы как говорится и даже с мягкими бортами я на рыбный 5 клеил вот ну там совсем не то лиофобного покрытия ребят то есть быстро пачкается буквально там за несколько движений вот и без вот такой жидкости как я вам сказал без восстановления просто вообще невозможно если вы возьмете вот такую жидкость будете периодически наносить ее на телефон еще пользоваться можно так ну на этом все не забываем подписываться на канал ставим лайки все ссылки на с лучших производителей на все модели телефонов будут под видео также смотрим на плейлисты потому что много вопросов задаете я у них на них уже давно ответил в разных обзорах на своем канале всем удачи пидорасы и лесбиянки я же могу с этим выходить вот куришь кричат это пидорасы и лесбиянки